Всем привет! Впереди вас ждет очередной ФФА-сериал в мире Сидмейрс Цивилизейшн 5. Партия на восьмерых и получилось собрать не только сильных соперников, но и сильные нации. Так я играю за Китай. Против Биохазарда, который играет за Данию. Сириуса, который играет за Кельтов. Власа-222, который играет за Ирокезов. Вайпера Димы, который играет за Россию. Торилиса, который играет за Инков. И Винкс оф Либерти, который играет за Эфиопию. Как всегда, напоминаю, что игра будет разбита на серии, потому что получилась длинной. Да и вообще, в принципе, невозможно выложить все сразу. Так что, если вы смотрите это видео не в день выхода игры, то перейдите к плейлисту или на страницу, где собраны все серии на моем сайте. И, может быть, вы сможете сразу весь сериал от начала до конца посмотреть. Ссылки на всю эту прелесть. В верхнем правом углу такая круглая белая кнопка с буквочкой А. И жмите на нее, и, собственно, перейдете ко всем сериям. Также традиционно напоминаю, что в комментариях не приветствуются оскорбления участников. Что бы они ни делали, приветствуется только критика, вежливая, вида «Зря ты, Леша, обрабатываешь коров, когда у тебя железо не обработано». Или «Я бы на твоем месте вместо Альгамбры Ноттердам построил». В общем, общайтесь вежливо, и ваш комментарий останется в истории к этому видео. Спойлеры разрешены, но только если они внутри развернутого комментария, а не просто описание в двух словах того, что происходит в видео. На этом все. Желаю вам приятного просмотра. В общем, я вижу такую ситуацию, слышишь, Вайпер, у тебя все-таки есть армия сейчас какая-то. Винкс, перезайди сразу. Предлагаешь, через тебя ей пойти? Да, да. Ну, я, конечно, буду там как-то помогать, но, понимаешь, я армию сейчас точно не буду строить, потому что я просто на данный момент я последний по всему, по всему развитию. Мне как-то... Я лежу против, я тоже об этом думал. Я просто думаю о том, что я особо прям много строить армии, наверное, тоже не буду. Но у тебя сейчас есть армия, там дорога более-менее. Ну, посмотрим. То есть, во всяком случае, к нему можно там будет пройти. Другое дело, что от меня далековато, там, наверное, от границ до границ клеток 8. Вот так. Но при этом там есть холмы. Вот. И... Ну, во всяком случае, у меня армия, например, на данный момент больше, чем у Дании. То есть, как минимум, хотя бы Билл придется хоть притормозить и что-нибудь построить себе. Правильно? Ты не боишься, что он мою армию разнесет, а потом этой армии у него останется? У меня другой вопрос к тебе есть. Россия была где-то примерно на втором месте все время от Кельта. И плюс он захватил его столицу со всеми чудесами и плюшками, которые были у Кельта. Он захватил ее позже, чем ты захватил Инка. То есть, русскому еще надо время, чтобы переварить все, что он захватил. А ты уже реально переварил Инка. И, наоборот, сейчас в бонусах сидишь от использования его городов. Ну, я зато в то время просил неплохо. Ну, а сейчас восстановился. А теперь русский проседает. Сейчас русский будет проседать. А у него была уже хорошо развитая империя, которая на уровне моей была примерно. Ну, неправда. Я так не считаю, что она была на уровне своей. Сейчас демография просто не получается. Плюс к тому, русский пошел через свободу, а ты через порядок. То есть, у тебя будет наука. У тебя сейчас наука. Я прочитал, что ты там взял пятилетний план или рабочие эти стажировки, или как они называются. У тебя будет наука точно. А где русскому взять науку, мне неизвестно. Например. В том, обоих культуры дофига. А, и еще самое главное. Русский сжигал ученых, чтобы от Кельта отбиться, а ты ничего не сжигал. У тебя явно там ученые в инженеру. Ты должен, Билл, просто согласиться, что как бы... У меня было три или четыре инженера за всю игру, там, учитывая, конечно, сфера еще. У меня один был инженер. Я думаю, что у тебя ученых три или четыре есть точно. Я думаю, даже четыре у тебя точно есть. Откуда бы? Первый полуигре я захватывал инка, а второй полуигре у меня появляется инженер. А ты захватывал инка, подожди, ты захватывал инка как раз где-то в районе универов. То есть, тогда и не должно было быть ученых. Да, да. То есть, ты как раз захватил инка, и вот ты универы построил. Иначе у тебя ученые копятся. С чего бы тебе до инка быть ученым? Универы уже великая библиотека построили. А, у Дании великая библиотека? О, так тем более. А, у тебя загружается, нет? Ну да, да. Просто сейчас загрузка идет еще. О, загрузились. Загрузились не можно. Так, я же тебе говорю, ему это еще надо переварить. То есть, ему надо понять, что из этого хорошо использовать, что плохо. Я уже молчу, что у Эфиопа тоже кое-что есть. Эфиопа же тоже там что-то позахватывал. Глазг, Амстердам. Вот я смотрю, что... Там уже, да, там уже там здание, это все остальное. Ну да, ему счастье главное установить сейчас. А, ну и к тому же, я же тебе еще помогу, Вайпер, у меня аж есть эти гатлинги. Надо только... Надо с кого-то еще денег выцегонить, чтобы... О, так у тебя русские деньги, мне надо доапать мои чекану в гатлинге, которые будут два раза стрелять. Это ж вообще офигенно. Давай я сейчас сделаю дорогу от Чингду, от Новгорода. Это капец. У тебя тут тоже, видишь, одну клетку надо доделать, и я тоже одну клетку доделаю. От Новгорода к Чингду. И все, и можно перекидывать армию. Я лыжников построю, так выйти бы в них. И на лыжах покатаюсь. Это моя затишка-то в лыжах. Вашина не в снегу, они, по-моему, хороши, а так это говно полно. А чё лагает-то? Да я английский не понимать. Чё, ходит вообще или нет? По-моему, нет. У меня ходит вроде. У меня ходит. А, ход, мы же загрузили сейв. Точно, я не хожу. А, блин, футы. Я не хожу, я думаю, чё, у меня не ходит. Так, ну давайте я перезайду тогда. Я вошёл. Ну, вроде хожу. Так, значит, ситуация такая. Нам надо, чтобы русский хоть как-то датчанина останавливал. Надо выйти в биологию. 1800. Потом в сам... Блин, или в пластик идти. Дело в том, что только радио кто-то открыл. Так что, видимо, биологию так открыли. Тоже кто-то один открыл. Да, кстати, я эфиопу и русскому настоятельно рекомендую поставить по одному городу на море хотя бы. И... Ну, то есть... Я думаю, пока рановато. А я думаю, как раз нормально. Это имеет смысл. Я думаю, что просто Гилл очень легко их заберёт. Нет. Откуда у него флот, интересно, если ты сейчас будешь с ним воевать на суше, и я с ним буду воевать на суше. Он же мои города не забрал ещё. Две штуки. У меня-то есть города на море. На минуточку. Даже три штуки у меня на море. И они намного ближе, например, к датчанину, чем вашей. А к тому, что если он, например, меня заберёт, то действительно уже его ничего не будет сдерживать. Вам хотя бы смотреть, что там на море происходит. Так. Это счастье. Да у меня есть один город, там нет. Так. И гидроплант мне нужно в Пекине. А мне в это время надо города выращивать. Очень надо выращивать города. Чтобы росли бы. К сожалению, видите, время заканчивается. Не успею я на этот ход. Ай-яй-яй. Блин. Ну-то из-за этих заходов, переходов я не смог нормально походить. Потерял ход еды в Ананда... В Анан... В Анандагу. Печально. Так. Может, счастье врать или 25%? Думаю, это наука. Всё-таки. А тут счастье для роста. Давайте счастье возьмём. Так. Поэтому в Анандаге пока на школу переключим строительство. Потом банк. Блин, ещё мне культура нужна. Где всё брать, неизвестно. Так. Что у нас тут с едой? Ну, акведук нужен. Вот обсерватория здесь построена. У меня уже практически всю карту открыл. А, ну, кстати, иностранный легион, видишь, у тебя ещё русский есть. Это вообще неплохо будет. Артай... Кстати, ещё есть время для арты иностранного легиона. Норм. Надо идти... Думаю, он сейчас в самолёты выйдет быстро достаточно. Да, но ему пока... Ну, как тебе сказать? То есть, пока ты не подойдёшь к его городам, сложно будет самолёты использовать. А если мы тут мясом придём... Я ж тоже пойду, ну, своими юнитами. Кстати, а какой у нас там? А, так. У меня пока защитный пакт. А, который через ход заканчивается с датчанином. Так что норм. Так вот вы, тимплей. Да. Админам, пожалуйся. Китсалу, китсалу. Теперь, Олеш, расскажем. Да. Так, нафига я тут рыцарями бегаю? Надо, наверное, уже их возвращать, апать в кавалерию. Так, или я вообще русскому их подарю? Пускай апает сам в кавалерию, точно. Так, блин, надо микроменеджментом заняться. Так, тут всё норм. Так, тут всё норм. Так, что у меня... Этих рабочих надо к Нонкину перекидывать. Кстати, надо в Нонкине построить корабли. Что, отваливаешься? Да, у меня 15 секунд уже. Что за? Нет, у нас получилось, что я отвалился, или кто? Или все отвалились? Я, вроде, вошёл. Ну, у меня написано, пожалуйста, подождите, как будто ход грузится. Угу. И продукция не выбирается. Ну, классно. Что я могу сказать? Лёша, рано как-то вышел. Давайте я тоже выйду попробую. Потому что у меня ходят. У меня тоже ходят. Я, видимо, не успел прогрузиться. Давайте я выйду тоже и зайду попробую. Ну, давай. Давай. Так, закончился научное соглашение, видите, с эфиопом. Получил неплохой буст я. Так. Всё равно на 5% отстаю. Так, надо с эфиопом продолжить. А лувр кто построил? Опять бьё. Вводи у меня города. Столица эфиопа, что там лувр, нормально-то. Ну, вошёл. Дурненько. Да, я сейчас, наверное, сброшу таймер, чтобы сбросил. Ходит у тебя русский? Да, всё окей. Окей. Давайте, наверное, теперь я выйду. А теперь ты не ходишь? Ты не ходишь. Ну, он на месте с ним не ходил. Отлично. Ну, давай. Там, например, меня тоже у меня ход еще не ничего. А, пошло. А, пошло. А, пошло. А, пошло. А, пошло. А, пошло. Отлично. Так, давайте-ка отправим нанкин обрабатывать наши эти. Так, надо корабликов построить, чтобы следить там за датчанином. Хотя бы каравеллу одну. Так, что у нас тут с едой? Два. А если на производство одного поставить? Пять ходов нет. Нам надо расти. Нам надо расти. Воу. Вот это зря, по-моему, сделал вайпер. Ну, у него там бегает этот. Что? Что мы с ним делать? А у нас был договор о науке? У нас с тобой? Нет. Так я сейчас войну объявил вайперу. Как бы у нас... Не, у нас не было. У нас не было? Окей. Тогда и ничего не потеряли. Так, серебро. Углёш, не заканчивай ход пока. Хорошо. Так, надо с эфиопом очередной научный договор. А у вас прогрузился ход? В смысле? А у этого выход, ты о чём? Мы ещё ход не закончили. У меня носить таймер ноль, и всё. Ты весь ход так виселый, ты уже походил и закончил? Ну, я не закончил. Ну, я не закончил. Ну, я не закончил, да, ну, я не закончил. Ну, посмотрим. У нас ещё не закончился просто таймер. Ефиоп, это предложение моё получил? Помню, чё? Но принять не могу. Чего? У меня таймер и седьмой лик, я уже больше ничего не могу. А, ну ладно. Может, бросить, он перезайдёт? Ну, подожди, сейчас давай я ходу закончим, посмотрим. Может, пойдёт дальше. Так, андага. Так, ну я всё. 3, 4, 3, 3. Всё, поэрзать достаточно громко сказал про эту башню. Всё, просто ничего. Я зашёл. Я же ничего не один могу. Не, он позднее меня зашёл, так что, или он строит её в столице. Вон, статус свободы уже клепает, Москва. Я не знаю, я ещё не вышел даже в эту теху. О чём вы? Ну, ты, видимо, в другую пошёл. Я убью. Или ты должен был? Да, я иду. Ну, я открываю демографию, вижу, что ты первый по науке, а русский последний. Поэтому как-то меня твои стенания по поводу того, что ты не вышел в его теху, удивляют. Ну да, походу, не грузится дальше. Пин Винкс, перезайди и попробуй. Да, выйди и зайди. Там хреново всё было. Чё-то сразу не перезашёл. Я подошёл. Мы тебя не слышали даже. Ты чё-то шепчешь там себе под нос. Ну вот, ход пошёл. Точно? Ну, у меня пошёл ход. Понятно. Так, что у нас с ней у меня нет. 5 секунд. Отлично. 10 секунд. Грузи, грузи предыдущий ход, а не Эфелева башня у меня. Чё-то, у меня сомнения, что он с ней вышел. Я не вышел у меня вообще. У неё там сих родов постройки. У меня не ходит. А, нет. Подождите, помню, ходит. Да, ходит нормально всё. И у меня ходит. И у меня вроде бы ходит. И у меня ходит. Ну вот всё, играем. Только у меня таймер синего цвета, значит, что кто-то может завершить ход, наверное. Ну, в смысле, за нас. То есть не зелёный, вот он, когда это заполняется, знаете, а синего цвета. Давай там верблюду, давай. Надо проверить. Да, не было у нас. Он с вещами художество, всё по-другому было. Что же делать, тебе два хода добавить? Ну, ты, ты тоже походил по-другому, потому что в прошлый раз я грабил лошадь. И твоей кучей юнитов не было возле меня. Не, у меня была куча юнитов, только они подошли снизу. Нет. Там походил не так ещё, что ты говоришь. Смотри, а если у нас ход... Смотри, если у нас ход... Ход построится башня, то она уйдёт в био, получается, да? Да. Да, да. Что я зашёл? Ты, седьмой. Так, радио. Ну, мне тогда не смысла. У меня родился на этом ходу. У меня смысла ожидать, получается. Блин, я какую-то фигню предложил в мировой конгресс. Честно говоря. Я буду голосовать вот против своего этого предложения, потому что... Ну, нам нужны всем эти учёные. Так. Слушай, а ты мне дашь денег апнуть чекану в гатлинге? Да. То есть я просто сейчас примут, у меня денег не будет, как ты понимаешь? Отличненько. Я думаю, кто-то скажет, что зря я помогаю русскому с наукой, но я почему-то уверен, что... Ну, блин, что значит почему-то? Я просто открываю демографию, вижу 64% Дании, 58% у русских. Даже у меня круче наука, чем у русского. За счёт того, что я ворую, там, научные договора у меня больше, чем у русского. А сейчас у меня ещё с датчанином научный договор закончится. Биология. Блин, может зря я радио открываю? Давайте лучше вот Replaceable Parts, а потом... Динамит почти открыт. Ну, я же говорил, что Био в самолёты, походу, вышел. Только этим ходом, что ли, был? Чё не прошлое-то? Чё не прошлое? Да. Ты о своём, о женском, да? Ну, он юнит у меня, этот русский, убил. Этим ходом. Ты чё, не заметил, что ли? Ну, в смысле не заметил. Я спрашиваю, почему этим ходом, а не прошлым. А у меня не хватило хода в тот раз. Я подожжал к тебе, а ты... Ну, я начинаю атаковать, а ты хоп, и вниз куда-то прыгнул. И я такой, оп, облом. Облачал тебе войну обвить, а потом... Дорогу в манилу построить. Ну, а знаете, надо построить дорогу в манилу, попытаемся переманить. Где ещё? Там прикол лужников-то, я так и не понял. Ну, откройте велопедию, почитай. Просто иди и в снегу лучше сражаются. Ну, по-моему, в них нет никакого прикола, честно говоря. Да нет, нет. В снегах и тундре они... Ребят, давайте так, эфиоп, голосуй против религии. Я уже проголосовал... Я тоже уже проголосовал. Я против того, кто-то всего. Чего? Я бы отдал голоса против всего. Сколько ты отдал голосов, за что? Против религии 4, против артистов 3. Так, а ты, русский? Отдал 5 против артистов и 1 против религии. Ага, значит, мне надо против религии отдать. 5 против артистов отдал, да? Да. Значит, мне... Ну, я всё против религии. Артисты не должны пройти, по идее. Ага, ещё больная скорость на холмах у них. Так, нужно ли мне гидроплант тут? Или уже госпиталь строить? Короче, самую тему сейчас будет. Вот тут точно будет плохо гидроплант, а тут сначала надо больничку. Так, в следующем ходом город вырастет в любом случае. Так, караван в Пекин. Блин, долго у меня принимаются политики все. Мне главное, чтобы города росли. Блин, я не знаю, чуваки, короче, что это такое? Опять тебе вылетает? Да, да, я не знаю, что такое. Я без понятия, что делать вообще. Просто все варианты уже закончились. Так, смотрим, кто может ходить. Блин, опять этот герблю тут стоит, да? Так, я ходить могу. Даже я могу. Пост как? Главное, что вход сходил. И я могу. И я могу. Так, ты чё, зачем он 575 грузил? Может, он достойно с новой игрой? Я знаю, что это было. Я знаю, что это было. Я знаю, что это было. А зачем? Автосейф в бубле смысл. Ну, был 107 седьмой за автосейф. Ой, блин, да. Вы просто автосейф загрузить. Ну, я не знаю, что, как. Ты же сам говорил, не грузи, только... Да, да, да. Я просто забыл, я просто забыл, что он... Ну, как бы... Ну, тут было что-то важное. Ещё раз. Два хода? И так-то я... Ну, 107 седьмой у меня был автосейф. Да, да, да. У меня тоже. Я могу перегрузить 107 седьмой. Давай. Да ладно уж. Или чё, Илея? Ну, может быть, кстати, спроси. Так, ну вот, у меня не ходят юниты. А нет, ходят. Наврал я. У меня не ходят. И у меня не ходят. Так, у Винца ходят. Ходят, да. Блин, мне что-то перезайти. Ну, давай попробуй тогда. По-моему, это неважно. Если у Винца даже ходят, всё равно он может перезайти. Давай я перезайти. Я уж не уже не надо. Прогружается просто у меня долго. Так. Рано уже вроде F4, а всё равно как-то тяжко с Цилл идёт. Бывало и получше. Ну, тяжко идёт, потому что ты вылетаешь, а не потому что Цилла. Так что, тяжко-то конкретно у себя. В плане тоже союзки долго идут у меня. А-а-а. Карта, карта банально прогружается как-то. Ну, карта просто большая, да, возможно, заех. А, блин, опять мы не проголосовали. Ё-моё. Так, давайте там распределим. Ты ещё не голосовал, Эфиоп? Нет. Тогда ты просто против религии проголосуешь. Кажется, у тебя 7 голосов, как у датчанина. Русский против этих голосует. Окей. Против художников. Ну, и я там раскидаю тудой-сюдой. Так, и что нам такое предложить тогда? Что-то там какой-нибудь бан, наверное, на датчанина. Что-нибудь какой-нибудь ресурс ему забанить. Соль, наверное. Соль, блин, ни у кого нету? Нет, нет. И у русского вроде нету соли. Тогда я бан соли предложу. И вот тут этой соли. А? Датская коалиция. Антидатская коалиция началась. Знаете, кажется. Сначала антикельская, терянтидатская. Да, но в прошлый раз для кельта это покончилось. Ну, я думаю, что для датчанина это невозможно. Просто практически до него идти очень долго. Он сейчас с самолетами просто разбомбит хреново все. Да. Ну, нам тоже надо в самолеты выходить. Ну, понятное дело. Буду честен. У меня нефть есть. Нефть. Так, вошел био. Так, давайте я скину. Поставлюсь. Да, тот еще скину. Угу. Так, и так, и два. Ладно. Походи по сообщениям забалка. Производство. У меня тоже английская от Сео стоит. По сообщениям делится вынесет. Потому что игра создавалась хостом с русским языком. Так, девять. Леша, Адас. Там нету. Что-что? Рабочий там у тебя стоит. У меня кок там еще. Один ход. А, нет, вру. Два. Два. И некоторые переместились, по-моему. Кажется. Так, вроде я все апнул за... Ну, у меня такого нет, у меня все нормально. Да. Да не, все, кстати. Ну, да. Так, тут подождем. А, тут дорогу я хотел строить к Маниле. К действий всяких. Надо Манилу на свою сторону переманивать. Зачем ты закончил ход? Я, да? Блин. Я привык, что я не перезахожу никогда. Извиняюсь. Грузить не будем, я не надеюсь. Ну, пока вроде норм, но, конечно, не очень приятно. Так, значит, предлагаю банить соль, да? Я помню, мы договорились вроде. И баним соль. Говорили. Так, подальше обзор сделаю. Ты, каравелки. Так, Акведук. Госпиталь. Так, Вайпер, там рабочий закончил. Блин, вот это. Блин, вот это. Так, сейчас акведу к вам попозже. Так, тут мы постоим. Требя странная. Так, я что могу? Еще один. Странный, прошлым ходом ставил постройки одни. А я тем ходом, они почему-то все слетели разом. Еще могу один караван зафигачить. Вообще не понял прикола. Так, Анандага бегает. Может мне в Нанкин тогда? А, вот у меня стоит караван в Пекин. Значит, нет. Что тут? Могу обсерваторию построить. Давайте обсерваторию. Так, в Нанкине госпиталь. Тут. Так, почему я тут госпиталь не могу построить? Что у меня тут не построено для госпиталя? Акведук, видимо. Акведук. Нужен так. Маяк не нужен. О, конюшня. Сады. Все. Так, отлично. А, подожди, мы, по-моему, с русским научное это не заключили или заключили? А, уже заключили. А с эфиопом он до сих пор не хочет. Ур. О, я ур могу перекупить. Перекупить. Если че. Седон. Непонятно. Самарканд. Тоже непонятно. Да. Я ур могу у датчанина перекупить. Манилу надо вот там-то на Нариву, кстати. Где-то он тут рядом. А, хотя... Ладно. О, очень вовремя у меня писатель. Сейчас закончится золотой век, и я смогу его сжечь. Да, и выйти в рабочие факультативы. Убираю рабочего. Хотел тут ферму, но буду делать тут, чтобы русский мог по дороге бежать. Так, надо теперь тут дорогу провести. Сейчас доделаю ферму. Мне как бы не очень хочется участвовать в этой войне. С одной стороны. С другой стороны, как бы вот эти гатлинги, ну, они мне тоже не особо нужны. То есть я изображу, что я тут помогаю усиленно. Я вам постоянно рассказываю о новых стратегиях, а в мае этого года вышел новый 2GIS. И в отличие от многих других приложений, которые заставляют себя обновлять полностью, в 2GIS карты городов обновляют только нужное. Более того, обновление происходит на фоне и не требует работы приложения. И даже можно настроить автоматическое обновление. Так что заходите на 2GIS.ru и скачивайте приложение для вашей платформы 2GIS, если быть точным. Что тут? У датчанина надо так. Он у него дальше, кстати, а он exploration принимал. Exploration принимал и маяк у него, да? То есть у него обзор дальше, чем у моей каравеллы, если что, у него корабли. Вообще, вы знаете, что мне очень нужны подлодки? Тут подлодки были бы очень неплохи. А что там датчанин у себя в городах строит? Кто здесь может посмотреть? Фрегаты. Фрегаты? Да. Опаньки. Мне нужны подлодки. Ну, есть у меня показания, что он может, например, на Питер пойти, там есть что-нибудь типа того. На какой Питер? Фрегатами. Ну, тут фрегатами Питер. Нормально. Сейчас посмотри, сколько стреляет. Даже любопытность. Ты понимаешь, что ему, чтобы пойти на Питер фрегатами, надо через мои города сначала пройти? А у тебя сверху разъезды? Нет, Питер важнее. В смысле? Зачем мы через твои города проходить? Ну, потому что у меня два города на море по дороге к твоему Питеру. То есть он, ты думаешь, типа пойдет мимо моих городов чисто Питер захватывать, да? А я тут такие два города, не буду там ни фрегаты строить, ничего. Слушайте, давайте в подводные лодки выйдем. Меня волнуют эти фрегаты. Я так, по-моему, русский все-таки ко мне не идет, да? Да что-то вообще тупит как-то. Мы как реально вайпер проиграем, если ты будешь отсиживаться за моей спиной. Я уже парня отстаю совсем немного. Сирию сначала, теперь еще датчань. Может, как-то вы тоже там будете разбираться? Так, отличненько. Так, теперь у меня проблемы с английским начались. Intercepting Enemy Aircraft. Собственно, перехват вражеского самолета. Я вторую догадаюсь. Какая вторая прокачка. Так, опять какой-то у меня караван закончил бегать. Вот. Вообще, надо бы, конечно, тут дорогу как-то организовать. Наверное, лучше русского пропускать, чем самому. Так, тут я все вроде сделал. Фермочка. Может, к нам кину одного? Вижу в Копенгагене один бомбардировщик. И один бомбардировщик, видимо, в бывшем городе Инк, я про не вижу, как он называется? В Тиуанакуа я вижу бомбардировщик. Ну, видимо, там. Да, блин, у меня... Я скинул на автомат, короче. Просто реально я вот сейчас выбрал юнит, у меня повисло секунд на 10 все. Ну, 10 секунд тебе тогда, походите. Оставалось 18 секунд. Просто если учитывать, что у меня со всеми юнитами так, то... 28 секунд тебе. На юниты посчитал. Ну, оставалось 18 секунд. Так, какой у меня опять... Не понимаю, где, какой... Так я могу еще одного, что ли, караванчика-то отправить? Что у меня три в Пекин бегает, в Анандагу и в Шанхай. Я вроде... Может, из Анандаги лучше в Сианхай, потому что тут вот, понимаете, приедет датчанин и разграбит караваны. Давайте я из Анандаги в Сианхай отправим. Ну, если все, заканчивай. А, нет, вот фрегат, блин. Кремль. Ну, я даже не стремился Кремль строить, потому что вряд ли мне кто-то даст Кремль построить, поэтому я к нему даже и не бежал. О, ля. Пил, пил. Убивай его, мочи. Верблю до этого. Так, дорога в Манилу сделана. Сейчас бы к какао. Так, значит, следующим ходом надо Ур и Манилу перекупать и объявлять войну. Какао может у кого-нибудь есть из соперника. Вот, у Вайпера есть какао, отлично. В принципе, вайперы эти могу апельсины вместо них дать, если тебе... Да, давай. Критично. Блин, не успел я перекупить города-государства. Понял, здесь у меня долго будут бегать. 13 ходов разграбят мне. Да. Уже разграбили. Ясно, Био. Решил не дружить со мной. Я видел, что это Гатлинги прибудет в эту сторону. И что? Было у меня одно подозрение. Ну, они, наверное, так просто разведывают, да? Ну, какая разница? Ты мне сейчас объявишь войну или через некоторое время бы? То есть... Ну, зато я сейчас готов к этому, мало ли, вдруг нам сейчас крованиями пограбят все. Я не ожидать буду. Как раз я сам был готов. Одного хода мне не хватило перекупить ГГшки русского. Да капец, я просто на другую часть карты перекликиваю, секунд 10 проходит. Я не знаю, как воевать. Ну, не стоит записывать видео. Ну, сдавайся, что-то. Начнем воевать. Да, сдавайся. Я согласен. Отличное решение, я считаю. Ну, я тебе других не предлагал, по-моему. Так, четкое. Фабрика, давай. Давай свои города кому-нибудь. Кведук. Я не могу построить госпиталь, потому что у меня кведуки не построены. Четыре хода до подводных лодок. Ну, пускай тогда постоят пока караванчики. Расправлюсь, когда подводными лодками с датскими наймитами... Ну, дай мне апельсинку. То есть ты дождался конца хода. Подожди, так я... А, ты предложил? А, ты предложил. Да, я предложил, забыл тебе сказать. Блин, в Эфиопию убили у меня. Шпиона прокачанного. Будь аккуратней. И там под Гуанчжоу сверху манильский аркебузир. То есть он как бы будет мешаться, имею в виду. О, тут у нас уланы. Прикольно. О, у нас тут верблюды. Господи, а что я под город вставляться? Так. Он уже убил на лошадку своей авиации. Подлец. Убил таки. Пострелял один раз. Тебе надо было, наверное... Сышишь, вайпер, тебе надо было... Самый бежал. Сышь, тебе надо было впереди вести иностранный легион. У тебя ж твои казаки, они раненых добивают хорошо. Да. Тебе не надо было казаков впереди вести. Надо было сказать, это пока я вел. Сейчас уже поздняк. Ну, ты их не все еще потерял, правда? Да. Ну, давай. Так, 24. Давайте так, 24. Пускай растет быстрее. Госпиталь, а до подводных лодок три хода. Ну, тут фрега где-то бегает. У меня сволочь сейчас еще разграбит. Еще одного. Так что давайте... Так, конюшня, конюшня. Всего лишь одна. Давайте, наверное... Ну, блин, ну... Хотя вообще молотки дает? Или не дает вообще? А, только на клетках рядом с рекой. То есть, в Шанхае будет четыре молотка. Блин. Что это у нас еще есть? Порт. Ну, вообще, кстати... Кстати, порт надо, да. Порт, а потом... Вот эту фигню, которая даст плюс одну продукцию с рыбок, и у меня подлодки будут быстрее строиться. Так. Нефть я добавил. Бессмысленно построил дорогу. Отлично, блин. Фрегатом. Так, 573. О, 667. Уже неплохо. И имейте в виду 667, но при этом плюс 20 процентов к любой техе, которая изучена. То есть, датчанин какую-то теху изучает, и я на нее уже имею не 667, а плюс 20 процентов 120... 132. То есть, 800... Да почти 900 науки я буду иметь на эту теху. Слушай, а убей меня вот выше Гуанчжоу. Видишь, этот стоит, Гатлинг. Там какой-нибудь артой. Или вон у тебя пехотинец бежит. Не, подожди, я не понял. Че, где Гатлинг? Гуанчжоу. Видишь Гатлинг Манильский? Гуанчжоу, видишь где? Я вижу Гуанчжоу, я не вижу Гатлинг Манильский. Сейчас я... А, ну подойди своим пехотинцам вот от Пекина, у тебя стоит пехотинец. Дальше иди вниз на две клетки. Видишь? Мочи тварь эту... тварину. Местность, конечно, замечательная просто. Просто то, что да, чтобы против... Ну да. Блин. Я удивляюсь, как Гатлинг смог. Блин, да, я не могу ходить, а не продвернулся. Все, отвезно. Здесь у него у Инка был чуть ли там не 4-й, 5-й город. У меня что-то остается. Вообще, да, я ему говорил, вообще-то все, что-то все, что-то все, что-то Блин, опять я лагать стал. Захотел. Блин, опять лагает чуть-чуть сильно. Это я лагаю. Я лагаю. Извините, не знаю почему. Ох ты, неплохо так. Но он меня обстреливает своими самолетами, тут фрегатами. Да, блин. Так, реально. И 10 минут не хватит на ход. Так, а на что мне тут веру еще тратить на кафедрал. Поплыл куда-то фрегатик. Не видит, что ли, мою эту? Сударин, я походил или не походил? Сейчас, подожди, видишь, Леша пинг очень скачет сильно. Да у меня сотка вроде перестает лагать или не забывайте. Вот здесь отображение какая-то не знаю. Почему-то прыгает. Я не могу сказать, из-за чего это. Можем, конечно, сохраниться, я пойду этот роутер перегружу. Ты ничего не скинется, что ли? Я вообще ничего не успел. Я не успел скинуть. Ну, как бы, заранее, я могу скинуть. Мы как бы, мы как бы тоже не особо тут тебя обстреливали. Слышишь, Леша, пока я не воюю, я могу продлевать попуты. Говори, пока заранее. Кто его знает, кому-то там и надо. Так, как ведук построен в осенинке, давайте госпиталь. Хотя три счастья осталось. Е-мое. Ну что, давай, сохрани, Viper, сохрани. Я выйду, вы, может, пока тут там подтягивайте ход, только мои юниты не отстреливайте. Я сохранил. Сохранил. Я сейчас выхожу, пойду перегружу точку. Давай. Раз-два. Слышно меня? Да. Да. Так. Леш, тебе нравится манила? Да. Может, ее заберем сначала? Ну, блин, она бесполезная. Из нее был бы выход к морю, было бы нормально, а так она бессмысленно. А, тарелу можно забрать, но там, имею в виду, там фрегаты рядом с тарелу. Много? Ну, я три вижу, а сколько их реально? Ну, ладно. То есть, можно взять, но пока, пока не сейчас. А, манилу нафиг надо, ее лучше пограбить, там, денежку какую-то получить на этом. Так, сады. Да, колизей тут построим, и еще мне колизей нужен где? Гуанчжоу. Давайте-ка тут сначала колизей. Блин, у него уже 6 или нет, 5 бомбардировщиков и 3-план. Ну, правильно, строит он, видишь, пока он их строит. А 3-план-то тебе, Билл, у нас же самолетов-то нет вообще пока. Ты развивайся, пока он там это все строит. Я один построил, так, для засветки в некоторых городах. Так, отлично. Ну, надеюсь, у меня 4 города будут подводные лодки чисто клепать. Надеюсь, этого хватит для того, чтобы начать доминировать на море, потому что Билл явно в подводные лодки не выходит. Так, давайте на всякий случай стену построим, если он решит нам гемография. Производство живого русского первое. Мятный век. Прямиком в лабораторию идет, я тут отвлекался на Кремль всякие. Ну, пока я вижу, что у тебя 68% в ямпер. У меня почти на 10 меньше. Да, я, это уже неплохо так отстаю. По-моему, это твои проблемы. Так, как всегда, не успеваю. Да, ну, два каравана мне разграбил, но я сейчас тут разберусь. Я не хочу строить наземные караваны, мне достаточно то, что в Пекин бегает. Ну, и тем более, у меня нету пока счастья. Хочу потом построить морские. Так, отлично. Надо начинать фигачить подлодки. Раз, подлодка, два, подлодка, и более того, в Нанкине все переключить на производство. Вот так. Четыре хода. Класс. В Шанхае то же самое. Так, мне там кто-то обстреливает. Ааа, добавно. Блин, я забыл, что у меня тут стоял. Ну, нормально, я отвлекаю, пускаю, я сейчас пойдет там мои так, Ананда, да. Субмариночки. И Сиан тоже будет у нас субмарины тут строить. Надо начать доминировать на море. Надо датчанина с моря. Отлично, мне ГГ подарила Улана. То, что надо вот сейчас. По-моему, самое оно, 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 оно. Так, обсерватория в Чингду, госпиталь 20 ходов, многовато. Ну, давайте фабрики. Без шифтов. И все помнят. Ну, видите, кстати, нормально стало, походу, у меня точка зачем-то глючила. Ну, конечно, всю игру играли без шифтов тут вдруг. Ну, блин, сколько не прошло с последней партии, можно сказать. Так, что у нас в столице можно построить? Конюшня. Ну, один, один лошадь. Один лошадь. Так, Гуанчжоу и где? А, вот, следующим ходом, собственно, можно будет хорошо. Золотой век заканчивается. Жаль. Это откровенно жаль. Так, где у нас там датчанин? Куда он пошел 68%? Ну, не знаю, что ты говоришь в лаборатории, кто там эфиоп идет в лабораторию, ничего еще не открыто, нифига. Чтоб уже было открыто. А кто говорит, что я вышел в лабораторию? Делал в лаборатории, господи, ага. Блин, я боюсь, что датчанин тоже в подводные лодки пошел. Блин, почему проект все равно приходится убирать? Вот сейчас опять повисло. Эта серия завершена. Продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться моим видео, если оно вам понравилось. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. субтитры и субтитры субтитры